Ребят, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о такой теме, как заработок на кэшбэке и различных промокодах. То есть сейчас речь идет именно о перепродаже товара, перепродаже его на Авито при закупке на различных площадках. В основном это маркетплейсы, в основном именно там используются подобные методы. И буду попытаюсь быть кратким. Как говорится, меньше воды, больше дела. Ну, во-первых, начать хочется с промокодов. Промокоды бывают разных видов. Бывают за первую покупку, то есть при регистрации тебе дают обычно какой-нибудь промокод в размере, так скажем, 30% от первой покупки, что, кстати, очень удобно. И бывают гораздо более такие выгодные промокоды, до 50% тоже на первую покупку заходит. Чаще всего, чтобы пользоваться такими промокодами, нужно, чтобы у тебя была куча разных номеров, если ты хочешь на регулярной основе. Каждый из которых, ну, так уж повелось, чтобы у каждого из которых была привязка к Сбер-Айди. И, пожалуйста, таким способом тот же Сбер-Маркет, Мега-Маркет, где у нас еще, ну, еще несколько различных маркетов, можно использовать подобный метод. То есть, грубо говоря, у тебя есть скидка на первый заказ, скидка на 2000 рублей при заказе от 4000 рублей. Это конкретно про Мега-Маркет, и, пожалуйста, закупил себе товаром, который ты продаешь на Авито, и даже если ты выставишь по той же самой цене, которая реализуется на том же самом Мега-Маркете, уже 50% скидка. А если, к примеру, ты такой закуп сделаешь, не знаю, на 5-6 номеров, то есть, грубо говоря, затратишь 10-12 тысяч, и выхлопом получишь тоже 10-12 тысяч. Товар даже можно ставить немного ценой ниже, чем на Маркетплейсах, и он будет, соответственно, продаваться у тебя быстрее. Также не обязательно на Авито, также можно и на Озон, и на Вайлберис реализовывать подобным образом, да где угодно. Но мне более нравится Авито, почему? Потому что там гораздо более приятные такие условия, а Авито уже давно стало своеобразным Маркетплейсом. Хотя бы то приятное условие для продавца, что, к примеру, что Озон, что Вайлберис, они процентов 30, я уж точно не помню, ну 30% так округлим, берут у тебя от стоимости твоего товара за то, что будет доставлять. Туда входит и последняя миля, обработка и тому подобное, в итоге скапливается в районе 30%. На Авито, если Авито доставку человек оформляет, то 5%, а если это юрлицо, то вообще 2,5%. Поэтому мне Авито как бы больше нравится. Ну и второй способ, способ это кэшбэк. То есть также возьмем Мегамаркет и возьмем Озон. Озон это баллы. Баллы могут начисляться чаще всего это за отзыв. За отзыв тоже очень много кто из продавцов предлагает вам, что они будут начислять баллы. Не стоит это недооценивать. Ну и еще бывает такое, что, к примеру, какая-нибудь вещь стоит 500 рублей и при ее покупке тебе начисляются баллы в размере 300 рублей. То есть тоже довольно неплохо. И на Мегамаркете очень часто сталкиваюсь с таким, что есть скидки. И скидки также вообще, когда покупаешь на Мегамаркете, чем он мне именно нравится, там тебе баллы в виде Сберспасибо начисляются. И также, если через приложение ты заказываешь, то за каждый твой отзыв ты тоже себе получаешь баллы за каждый товар. Если это, к примеру, продукты, тоже у них есть определенные категории, то по 30 баллов за продукты. К примеру, недавно делал заказ, покупал продукты домой на 4000. Закупал на 4200 где-то так. Там вышло 35 позиций. Из этих 30 позиций прошло 30 позиций по баллам. То есть за каждый отзыв мне начислили 30 баллов. То есть еще плюс 600 рублей этими самыми баллами. Также бывает очень часто, что, к примеру, новый продавец, он заходит и чтобы его товар поднялся в рейтинге, он предлагает вам баллы за приобретение. К примеру, конкретный пример. Электрическая зубная щетка стоит 541 рубль. При покупке ее на Мегамаркете, то есть конкретно, за ее покупку начислялись баллы в размере 500 рублей. Ну, конечно же, я несколько таких щеток взял. И выходит, что мне одна щетка досталась, ну, за считанные компейки, менее 50 рублей. И выставив на то же самое Авито по цене 490 рублей, они разлетелись. Последние уже по 450 продавал. Ну, в любом случае, быстро, буквально за несколько дней, реализация вот этих зубных щеток. И таких примеров огромное-огромное количество. Поэтому это все нужно мониторить, за этим всем можно следить. Но смысл такой. Ты покупаешь какой-либо товар, за который тебе начисляются баллы. В данном случае Сберспасибо. Потом в дальнейшем эти же самые Сберспасибо ты тратишь на закупку какого-нибудь опять своего товара, который у тебя ходовой. И дальше вперед. Ну, в общем, вот такое коротенькое видео. Надеюсь, мысль свою я вам смог донести и для кого-нибудь оно будет полезным.